Я считаю, что тренер, который занимает шестой слот, он несет также ответственность за результат. И я бы подумал насчет Кубина. Да, я уважаю этого игрока. Он, безусловно, очень опытный специалист. Это парень, который играл много времени, в том числе и с тем же Нео. Но я бы подумал вообще над Кубином. Почему? Ну, вообще, почему ТАС-проблема? Это целая история. По-моему, в тот момент это единственный человек, который еще, ну, да, был снаг с его хорошими показателями. Но ТАС показывал именно по игре очень четкие вот такие вот решения, опыт. И он явно не выпадал в тот момент. Но я думаю, друзья, мы не один раз будем говорить уже о истории Counter-Strike и команды Virtus.pro, что с ней случилось и что произошло, и будет ли вообще какое-нибудь возвращение. Я очень переживаю за Нео. Он мне импонирует как игрок, как человек. И вот, честно, мне бы не хотелось, чтобы на этом история закончилась. Так, ну, ножи у нас выигрывает все-таки команда Virtus.pro. Вероятно, они будут выбирать оборону. Это, в общем-то, логично. Ну и вот они составы. Гамбит, Эксиль, Аксиль, Эксайл, Мир, Бондик, Моу и Дося. Ну и, конечно же, Virtus.pro. Туаос, Нагс, Биэли, Снетчи и Мичу. Миху. Миху. Пожалуй, это будет Миху. Да, кстати, разобрались мы все-таки с Дыхой. Да. Дыха. Ну, это вот история из Миху. Да, Миху, Дыха. Вот так вот. То же самое. Да, новые лица. Ну, как Миху уже относительно закаленный боец. Ну что, друзья, игра начинается. Гамбит, конечно же, поднять щиты всем, кто топит за СНГ коллектив. Ну и поляки, и все ребята, кому эта команда симпатична. Ну, безусловно, есть большая фан-база в СНГ, которая болеет за этот замечательный коллектив. Ну и смотрим. Гамбит атакует и довольно активно занимает перемычку под базой Б. Там уже третий игрок, да, готов сместиться на хелпу. Принимает ЮСП. Отличная дальняя дистанция. Ну и теперь посмотрим, будут ли фраги. Да, есть фраги. Как раз от команды Гамбит. Отличный выход на точку Б. Сейчас вот будет установлена бомба. Ну и смотрим. Красный снаг. Стяжелый будет ритейк. Диффузы есть у Туао. Туао действительно играет со щипчиками. Гамбиты. В целом у них хорошая позиция для того, чтобы выигрывать этот раунд. Так, Доси пока что на апдауне. Возможно, даже в спину зайдет, если будет такая возможность и преимущество. Хорошая на пленте. Но он пока что так на хелпе решается. Нужно на плент возвращаться. Опасно. Хороший врыв от поляков. Ой-ой-ой, что творит Бьяли? Уже ситуация 4 в 1. Как можно было такое проиграть преимущество? Отличный молоток на плент. Сгорит, сгорит по идее игрок. Как он не... Там смоук. Там смоук был. Вот это да. Какие красавчики. ВП, да, был смоук. Отличная четкая игра от команды Virtus.pro. Но нужно разобраться, наверное, уже в демке, что произошло у Gambit. В 5-4. Ну, грубо говоря, 4 на 4. И Доси, который смотрел спину, не выиграли раунд. Ну, очень странно, правда? То есть, позиционно Gambit располагались очень хорошо. Но Virtus.pro, как же они были хорошей. Они выдержали паузу, откинули смоук и Бьяли. Бьяли действительно просто под катком. Проехался буквально по этому пленту. Видишь, ключевой момент, то, что Gambit не смогли вот все-таки занять хорошие позиции. Продавить до конца. И в итоге оказались ни там, ни тут. И да, второй раунд четко уйдет в ВП. Как же все плохо здесь начинается для Gambit. Два игрока уже, вернее, два минуса сделал Снакс. Тут же размен от Мира. Мир с Галилом падает все-таки в итоге на верх-низ от Снэч. И Моу находит фраг по Миху. Ситуация 3-2. Ну, есть еще, конечно, шансы на этом фарсе. Но нужно как раз М-ку как-то желательно реализовать. Моу с Деглом тоже может поставить хороший хэдшот. Вообще от Моу очень многое зависит от второй половины. Я думаю, что он зелень там неплохо настреляет. А вот что будет здесь, ВП на зелени, тут мы посмотрим в ближайших оружейных раундах. Очень тяжело будет здесь действительно Казаху. Да. Дали в поиск. Оппонента находит. Это был легкий фраг. 2-0. Решили Gambit зафорсить. Очень быстро спустились на апдаун. Но там исключительно провел работу Януш. Здесь бы бомбу как-то занести. И вот давайте посмотрим, какие варианты есть сейчас у Gambit. Конечно, можно попытаться, конечно, сломя голову полететь на точку B. Сейчас какой-нибудь тачдаун оформить. Но, возможно, через паузу, через тайминг что-то придумают. Ребята, есть один Дегл. Ну и давайте смотреть. Даже не один, второй докупил мир. Ну, опять же, было бы неплохо установить бомбу. Желательно. Да, желательно. Ну и наличие фармганов также провоцирует на агрессию команду Virtus.pro. Снэкс опять же действует в апдауне, как это было в прошлом раунде. Эксель ждет своего оппонента. Миха уже открывается на зелени. Фраг по досе. Также есть информация по второму игроку. Ну и здесь видно, что Gambit просто профессионально пытается прощупать слабые места. Нащупать слабые места своих оппонентов. Но пока это не получается. Так, друзья, ну пока вообще четкий фарм в исполнении команды Virtus.pro. Здесь фармганы, конечно, набили большое количество фрагов. Отмечаем второй раунд подряд с Накса на апдауне. Обычно мы там видим Бьяли. Но, возможно, это от Девайса сейчас отталкиваются ребята. Возможно, это Респауф. В общем, будем следить по ходу этого матча. Бьяли пока что не погибает. Туау также. 5-0 Бьяли, 1-0 Туау статистика. Ну и мы ждем первый оружейный раунд. И все-таки интересную атаку в исполнении команды Gambit. Есть замечательный тренер. Есть легендарный Блэйд за спиной этого коллектива. В принципе, чуть-чуть не хватило там, возможно, времени, чтобы хорошо выступить в рамках минора. Но давайте посмотрим, что поменяли в обществовом времени ребята и как играет команда. Наши партнеры ESB дают такие коэффициенты. Это в лайве, конечно же. Ну и пока команда Gambit позади. В целом, да, можно сказать, что, конечно же, преимущество игровое. У Virtus.pro. Но вот он закуп. Вот он неплохой оружейный бай. 5 АК-47 и хороший набор по гранатам. Ну и вот уже стандартные позиции. Бьяли на апдауне. Два ВП закупают ВП. Обратите внимание, в первом оружейном. Это Snatchy и это Snacks. Ну и, кстати, сетап 4 плюс 1. Обратите внимание, Туау играет соло-опорника на базе B. Ну и два Авика на Апленте. Один на зелени, второй в коннекторе смотрит сотку. Учитывая то, что апдаун контролится Бьяли. Пока выглядит это все довольно уверенно здесь на точке А. Хотя, конечно же, раскидка, гранаты, игра против апдауна с моликами. Все здесь, конечно, может произойти у Gambit. Гранаты, опять же, есть у команды. Отличный бай. На этот раз первый контакт Snatchy попадает с Авика на зелени. Ну и смотрим на реакцию команды Gambit. Чуть-чуть инфы собрали. Ну Бьяли ждет здесь вверх-вниз, но тут никого не будет. В ближайшее время экшн вряд ли состоится на этой позиции. Мы видим, что сместились Gambit довольно активно ближе к медлу. И, вероятно, это будет раскидка Аплента и поздний выход именно на эту позицию. Ну посмотри, вот я хотел сказать, что вот сейчас увидели Авика на зелени. Возможно, второй не прочитают. Но здесь сами Virtus.pro уже этот Авик убрали с зелени. Он уже на B принимает нижний выход. Вместе с Туау, который смотрит вверх. Ну и как раз на троих игроков выходит Gambit. Сейчас смотрим. Ментрикил очень важен. Есть минус от Gambit. Так, где фраги? Не видим пока фраги. Есть серия разменов. Уже ситуация 2 в 2, пока не дошли Gambit и до плента. 25 секунд осталось до конца раунда. Очень важно поставить пакет Бондик и Дося против Туау и Снетчи. Ну что же, не самая лучшая позиция у защиты. Вроде бы оба в коннекторе. Но давайте посмотрим, будут ли подсадки, будут ли гранаты атакивать. Подсадка есть? Снетчи чекает здесь. Пытается понять вообще позиции своих оппонентов. Gambit играет грамотно. Пока не стоит открываться. Сейчас зелень Снетчи может отстрелить. Вот очень важный момент. И увидел, и еще и забрал. Это жестко. Вообще без шансов. Казалось бы, да, неплохая ситуация для того, чтобы устоять в этом ретейке. Но Снетчи этот выстрел просто в пиксель. И команда Virtus.pro берет четвертый раунд. Ну, здесь немножечко два игрока Gambit, да, зажались. Без инфы. Не в самых лучших позициях оказались против Алика. Ну и опять же Снайпер, который попал. Невероятный шот на зелени. Ну и дальше Вертушка и Сотка. Также выглядело очень четко. Снетчи красавчик, конечно, настрелял здесь. Да, трипл от него в этом раунде. Вот здесь вообще просто незаконный пиксель залетел. Ну и хорошее начало для поляков. Традиционная, это сильная карта для польского коллектива. Несмотря на то, что, да, у нас уже старая гвардия вроде как отъехала. В том смысле, что ребята больше не играют в этом коллективе. Но Virtus.pro всегда играли трейн. И смотреть за трейном вот этого коллектива одно удовольствие. Команда Gambit поставила бомбу в прошлом раунде. Соответственно, сейчас есть хороший закуп. Пока это только 5 АК 47. Ну и, конечно, опять же, есть неплохой раскид по гранатам. И если посмотреть на миникарту, то мы видим, что Gambit растянуты довольно широко. Все равно ВВП, как-то, мне кажется, много денег. Даже несмотря на то, что они только что потеряли девайсы. До этого, казалось, закупили два АВП. Все равно тут запас там 4 700, 7 900, 3 2. Учитывая те деньги, которые они получат за проигранный либо выигранный раунд. Только у Снекса нет денег. И то можно всегда засейвить. И пока что 3б уже занимаются активно этой позицией ребята из ВВП. И очередной хороший момент для объявлений на апдауне. Это коронная, козырная точка. И тут действительно можно всегда от этого игрока получить. Здесь просто так против ВВП на этот апдаун лучше не выпадать. Начинается раскидка от Gambit. Тут же пошли гранаты в ответ от Миху. Минус Молотов, минус Хэшка, минус Смок. Отлично все он сделал. Также увидел на позиции, которую называют Олафа, своего оппонента. Пострелял по ногам. Регко и очень слабо двигается команда Gambit. Она не может просто выйти. Уже битые парни. На самом-то деле только хедшоты спасут команду. Бондик выживает, но моментальный размен 4 в 2. И здесь просто под один с фрейм можно одного и второго забрать. Очень легкая, казалось бы, ситуация для ВВП. Но Моу дает важнейший минус. Но, наверное, на этом все. Выпадает бомба. 24 секунды до конца раунда. Мир 1 в 3. Очень не хочется этого говорить, честно. Правда. Но вот очень кисло выглядит сейчас команда Gambit. Очень кисло. То есть, знаешь, я не чувствую какой-то в игре динамики. Вот даже размены, они происходят как-то без участия тиммейтов. Ну, я могу сказать, что апдаун пока что проигрывается вот подчистую. И где-то вот, возможно, за счет этого кажется, что и больше игроков в ВВП. Но действительно, нет, был очень важный момент, когда потащили ребята. Ну, да ладно, что уже это вспоминать. Ну, 5-0, и пока Gambit выглядит сыровато. Сыровато и очень не хватает как-то жизни в их игре. Ну, опять же, это были там первоэкономические, там, после пистолетного. Но сейчас они увидели то, что соперник играет в 2 АВП. И уже в ближайшем оружейном раунде они как-то вот по-любому Blade сейчас нашифруют анти-АВП раунд. Что можно сделать против двух авиков? Ну, да, кстати, у Андрея очень большой опыт игры на карте Детрейна. А сетап в 2 АВП, он очень популярен. Поэтому здесь... И сейчас в TeamSpeak можно говорить, опять же, отмечаем еще раз. Тренер может абсолютно быть шестым игроком по ходу матча и вообще быть капитаном. И, в принципе, честно, мне кажется, что большого количества пауз вообще на этом чемпионате не будет. Потому что тренер все время тоже вот общается с командой. Да, кстати, это резонное замечание. Отлично. Снэч словил своего оппонента. Мир там пытался перестрелять. Туау делает фраг по Экселю. Ну и 3 в 5. Опять же, да, пока не так много шансов взять этот раунд. Возможно, поставят пакет, но опять же летит уже Молотов на плент. Снэч и Туау делают по фрагу. А бомба устанавливается. Миша здесь подсуетился. Но, опять же, мы видим, что сразу же он погибает. Очень чисто отыграли Virtus.pro. Сейчас либо Б со смоками, либо А. Очень аккуратный такой вот как раз, как умеют делать эта команда Блейда. Не потерять игрока, подойти в пятером, сделать раскидку со смоками и выйти. Там на разменах поставить бомбу и потом в равной ситуации там 2 на 2, 3 на 3 выиграть раунд. Ну, не знаю, вот как-то вот сейчас выходить на аплэн со смоками. Ну, ребята понимают, что нужно будет биться с Бьяли. Если, конечно, с апдауном есть варианты, то может быть и А. Ну, смотри, мы увидели два раунда со смоками на А. И они были вот такими. Ну, очень робко заходили. Очень робко. И, опять же, против апдауна никто не играл. Мы не видели этих моликов, гранат. Да, да. Они должны конкретно выбивать этот верх-низ. Они должны просто давать там ветер, создавать какой-то шорох. Но они пока не могут даже высунуться из сотки. В этом самая главная проблема. Обычно сотка как раз и на выходе этому и решает все вопросы с апдауном. Но сейчас тут вообще по всем направлениям какая-то беда. И действительно авики создают проблемы. О, как же здесь мир словил Снекса, который пытался как раз-таки отстрелить мейн. Ну, и в итоге стал жертвой. Есть антрекилл для Гамбит. Это позитив. Но вот теперь нужно разыграть это численное преимущество. Да, есть, конечно, там два, грубо говоря, битых игрока. У Моуни вообще не так все хорошо. Но, опять же, есть авик в атаке и, в принципе, он может свой фраг найти на карте. Очень медленно выходят пока что в этот раунд ребята из команды Гамбит. Конечно же, контролится зелень. Сейчас уже занимаются и апдауном ребята активно. Ну, и СБ поджим контролят. Ну, и, в принципе, есть 55 секунд до конца этого раунда. Вот и апдаун. Вновь один игрок падает. Потом флешка. Сотка не вышла. И вновь Бьялик дает очередной фраг. Ну, вот сейчас. Наконец-то. Хорошо, можно дальше продолжать. Михо, снэчи. Ну, как же так? Гамбит. Гамбит. Отлично. Работает команда Virtus.pro против Сотки. Слушай, вот нельзя этого говорить. Вот нельзя этого говорить. Но сейчас вот команда очень похожа на Flipside Tactics. Можно я не буду комментировать? Не надо комментировать. Я уже сказал все, что нельзя говорить. Но команда реально сейчас очень похожа на Flipside Tactics. Меня это разочаровывает. Я не хочу этого. Я хочу экшена. Покажите мне страсть и огонь. Ребята, ну что не так? Почему? Где синергия? Вот они сейчас выходят из Сотки. Здесь уже три ствола смотрят в этом направлении. Ну да. И опять же был entry-frag. Ну, это лайв, друзья. Это коэффициент нашего партнера ESB. 5 на Гамбит. В общем-то, если очень глубоко проанализировать, можно прикинуть шансы и представить, что сейчас Гамбит сломают экономику. Возьмут 3-4 раунда. Этого может хватить, потому что карта обороны. Но пока команда Гамбит даже вот, ну, наверное, я бы сказал так, не перестреливает. Ну, зато у них есть серия проигранных раундов подряд. Постоянная экономика. Чуть ли не постоянно ты можешь играть оружейный раунд. Особенно если ставишь бомбу, то у тебя вообще все хорошо. Но, в общем-то, конечно, самое главное в этой игре – это выигранные раунды. А их пока что у Гамбит нет. И, конечно, непростая будет игра в защите от Virtus.pro. Опять же, будет очень много девайсов, если все под ноль. Но, опять же, эта игра под ноль. Поэтому о чем тут можно говорить? Традиционное начало. 4 плюс 1. Правда, очень быстро снетчи сейчас холпуют своему тиммейту под точкой B. Ну, и вот что-то новенькое, наконец, от команды Гамбит. Давайте обратим внимание на их расстановку. Да, перемычку они заняли под контролем. Также мы видим, что проверяется зелень. Довольно широко расположены сейчас Гамбит. 3 плюс 2 у нас в обороне от Virtus.pro. Два игрока четко на B, но при этом позиции довольно дальние. А, Вик, на зелень работает у Гамбит. Но, опять же, вот, знаете, вот искать энтри-фраги для АОП – это очень сложно. Пошел на зелень, там никто не высунулся. У тебя уже на таймере 35 секунд остается до конца раунда. Тут перетянуться под B. Тут настолько мненосно и быстро нужно двигаться с АВП, если вы хотите сделать этого АВИКа минус. И настолько это сложно. Ну, давайте посмотрим. Может быть, что-то и получится. Под зелень пока что никто не подставляется. Правда, нет, Снэкс уже контролит, и, возможно, тут будет дуэль. Ну, и смотри, мы что-то похожее видели. Ты помнишь вот эта вот тусовочка в мейне? Сейчас начнется раскидка, уже пошел под режим зелени. Дося падает. Это просто фейс-ап. Сейчас Virtus.pro полностью понимает, что делают их оппоненты. Они просто перестроились, отпустили сотку, отпустили апдаун, отошли в глубокую оборону, там-то думали о точке B, и просто гамбит к этому не готовы. Вот они готовы были видеть Бьяли на апдауне, игроков в упоре, но не просто вот такую вот обмороженную игру. Я не могу это смотреть, мне тяжело. В хорошем смысле на точке A. Так, Силь делает фраг по Снэксу, есть вариант зацепиться. Бьяли с девятки тут же фраг в ответ, но, мол, остается последний. Отличный снайпер, но хватит ли его мощности здесь? Нет. Снэч и отвечает. Три игрока у команды Virtus.pro выживает. 8-0. Это пока сухая. И очередные 3-400 для команды Гамбит. Плюс деньги, которые оставались. Ну и это, видимо, очередной 2К раунд в исполнении этой команды. Да, 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 пошли ЦЗшечки, есть смок, есть флешка. Возможно, это быстрый выход на точку B. Либо второй смок докупили с ДОСи. А ну давайте посмотрим. Это фейк даже. Нет, это выход на А. Это раскидка дымов и апдаун. Нет, фейкуют. На Бьяли не хотят ходить. Да, при этом быстро занимают перемычку. Это, возможно, выход на B. Очень даже неплохо с Нэчей делать. Один фраг. Отличный флик. Тут же, по-моу, прилетает на халпу Бьяли. Выбивает бомбу. Перед коннектором. С пакетом? Да, прибежал в коннектор. Что он там делал? Уже вот мини-тильт какой-то. Кстати, первых было два набора гранат. Один раскидали на точку A, второй как раз прямо на B. Первый умер с гранатами и ни одну не применил. Ну, тоже печальная ситуация. Получилось 9-0 в пользу команды Virtus.Pro. Честно, начинали бы Гамбит в защите, я бы не удивился, если был бы точно такой же счет. Ты серьезно так считаешь? Я уверен, что Гамбит бы неплохо оборонялись. Возможно. Но я вижу, что ОВП пока что, на данный момент, мне кажется, карта чуть-чуть получше подготовлена, настолько уверена. Они отыгрывают в защите. Если им получится сделать то, что нужно, это 13-14-15, то, наверное, шансов нет. Ну да, согласен, тут играют они довольно легко. Давай я называть вещи своими именами. Гамбит не создают сложных ситуаций для своих оппонентов. Заметь, у нас нет даже близких раундов, да, у нас нет даже клатчей. То есть, если бы у нас был хотя бы клатч 2, 1-2. Знаешь, бывает, команда идет ровно, близко, да, но при этом там счет 8-0. Тебе кажется, что это разгром, но постоянно близкие ситуации. Здесь этого нет. Да. Даже когда Гамбит дают entry-frag, они не могут потом дальше реализовать это преимущество. Ну, просто вот когда будет смена сторон, мне кажется, реально может быть такая же ситуация, но я смотрю, как здесь Бьяли отыгрывает, так железобетонно, он еще, по-моему, ни одной дуэли не проиграл. Ну и с Нэйчу попадает все, что можно, если с Нэйкс не попадает. Ну, как-то вот действительно более целостно выглядит по карту команда Virtus.pro. Но, возможно, это сторона. Но, опять же, с другой стороны, Гамбит, к сожалению, не могут нам какого-то заготовленного раунда показать. Бьяли, фраг по миру, Моу тут же на зелени находит фраг по снэче. Неплохо, 4 в 4 ситуация, пошел смок от Моу. Что с продвижением? Бомба в медле, два в апдауне, два на зелени. Миху сейчас, если зайдет чуть дальше и начнет чекать, это будет беда. Но, скорее всего, он, конечно, не пойдет туда. Это особо отчаянные войны только делают. Ну, пока ждет, пока ждет. Пошла перетяжечка от Гамбит, это Моу. Выход на Б там Туаус Аугом. Вот-вот сейчас на него будет выходить Аксель. Кстати, это хорошая идея, после того, как был размен на зелени, выйти на Б. И тем более мы видим, что уже там все неплохо. Покажите Б. Вышли, вышли уже. Уже почти в упор подошли ребята на Б. Так, и там один игрок. А он, кстати, по-моему, даже не подозревает, что здесь вышли. Сейчас в ухо может прилететь. Слышит, уже гранату видит. Как хорошо работает Моу. Пропустили. Пропустили. Моу в итоге двоих буквально в спину забирает. 4 в 2. Вот как-то раскайтили. Да, вот Гамбит как-то расшатали, расшатали. Нащупали все-таки слабое место. Вышли на базу Б. Поставили пакет. Ситуация 3 в 2. Такое, конечно же, нужно забирать. Это раунд от Моу. Здесь снайпер сделал все фраги, всю работу. Просто красавчик. Но второй раз такое могут не позволить сделать. Вообще, вот этот один раунд уже давненько нужно было отдать ребятам из команды Virtus.pro. Сбить эту серию проигранных раундов подряд. Пусть там Гамбит поменьше денег получают. Это зачастую полезно. Да, в этом есть резон. Ну и Бьялия еще при этом, будучи красным, стоит в коннекторе, еще и попытается сделать какие-то экзит-фраги. Миху также на зелени. Ну, 2 ВП сохраняют Virtus.pro. При этом по деньгам мы видим, что у них просто все шикарно. Совершенно нет никаких проблем. Ну и Гамбит нужна серия. 6900 минимум. Там у кого-то 12 почти убьяли. Действительно, великолепнейшая экономика на оставшиеся 5 раундов. Ну и Гамбит нужно, конечно же, продолжать давить на эту экономику. И самое главное, брать раунды. Сейчас поработал неплохо снайпер. Команда неплохо сместилась. Все было шикарно. Но, к сожалению, этого мало. Нужно поработать еще. И вот где, в каком направлении, сейчас посмотрим. Это еще учитывая то, что Снакс 4 фрага только настрелял с этими авиками. У него уже много раз в руках появляется АВП. Но пока что не все так хорошо. Вообще Снакс на трейне, на зелени. Вот сколько не смотрю. То ли демок других ему нужно посмотреть. То ли стиль игровой поменять. Поработать, поработать. Да, да. Вот есть такие ребята. Вот от Фокса там есть проблемы. Индивидуально Снакс, конечно, очень хорош. И, к сожалению, не сложилось у него в Маузах. Но, тем не менее, все-таки со Снаксом, как мы помним, Мауза выиграли ESL1 New York в этом году. Опять же, у него очень сложная роль. Особенно сейчас на трейне. Он меняет позиции. Он то там, то здесь. И по всей карте буквально перемещается этот игрок. Интересно действует Снэчу. Жестко. Поджал зелень. Сейчас могут быть проблемы у Гамбит. Но времени очень много выиграли этим поджимом. Сейчас поляки. А также после этого Смака, конечно, там немножечко становится атака. Но есть еще минута. Давайте смотреть. Один сот, трое сотка, два апдаун. Бьяли здесь нет. Он уже не будет выходить. На эти перестрелки есть антрихил от мира. Хорошо. Так, все внедряется внутрь Плинта. Там есть игрок польского коллектива. Также на девятке обычно действует Бьяли. Но сейчас там Снэкс. Ну что дальше? Что по бомбе? Бомба заходит на плент. Флэш от Экселя. Есть информация. Какой отличный выстрел по Бьяли. Снэкс все еще не включился. Он фокусит плент. Вот он должен был убивать. Спалилась башня. Но тем не менее Снэкс зовет фраги. Что там на зелени? Снэч пока не так много пользы. Ждем Туау. Ему тоже тяжеловато. Выходит из коннектора. Он уже на планете. Минус мир. Но это 3-2. Доси отвечает. 3 в 1. И в итоге Гамбит берут второй раунд подряд. Вот как-то здесь уже выглядит пободрее, повеселее. При выходе на плент Гамбит дают энтри фраг. И потом реализовывают преимущество. Неплохо. Неплохо. Но у Virtus.pro все еще есть деньги. И возможно сохранится сетап в 2. И вот в этом самая главная проблема. На 2-3 раунда бы раньше пошла эта серия от Гамбит. Тут вообще можно было на 8-7 отыграть. А может быть даже еще лучше. Ну а пока нужно выбивать очередную пачку девайсов. Давайте посмотрим, что вообще остается. Там 2-800. Но тут уже без сейва не обойтись. ВП. Однозначно полякам нужно тащить в этом раунде. Ну, конечно, Гамбит против. И попытается все-таки вернуться в эту встречу. Что по расстановке? 4-1. 2 на пленте, 2 на зелени у команды Virtus.pro. Ну, Гамбит на этот раз активнее. Под B действует. Здесь связка игроков уже прочекала. Нижний спуск. Ближние позиции от игроков защиты. И немножечко прогоняет Туау в углу плента. И перемещают снэчи вторым на B. Мы начинали в обороне Virtus.pro 4-1 в таком сетапе. Сейчас это уже 3-2. Тут Бьяли решил. Говорит, не, ребята, когда я не в апдауне, раунд не берется. Пойду в упор. Да. Ну и вот он Бьяли в упоре. Сейчас как раз-таки Гамбит донимается этим, чтобы его выкуить. Хорошая флешка. Бьяли может отойти. А сотка не выходит. А вышла бы сотка, да, был бы неплохой. Сразу подловили бы здесь они. Ну, а сотка боится там снэкса в коннекторе с авиком. Да. Вот эти первые раунды, конечно, немножечко сбили игру Гамбит. Трейн в целом непростая карта с точки зрения здесь тимплея. Вот очень важна синергия, да. Вот этот момент понять именно, момент, в который нужно выйти и подловить своего оппонента. 40 секунд до конца. Судя по всему, Гамбит пойдут на Б. Это уже точно. Бомба находится сейчас в душевых. Ну и вроде как Гамбит сделали все для того, чтобы реализовать хорошую нормальную раскидочку и выйти на базу. Очень долгая перетяжка, 4 игрока уже на точке Б принимают 20 секунд до конца раунда и все это действительно читается. Вот все, все. Ну вот, ребят, ну, ладно. Так, 15 секунд до конца раунда, Минху делает фраг, 1 в 5, Бондик, все. Это я должен быть сегодня с двумя брызгалками тут, чтобы тушить. Тушить, да, это, ну, я не знаю. То есть, сложно понимать, что, да, это та самая вечная тема, когда, мол, вы комментатор, вы аналитики, вы не знаете раскладов, а мы знаем все. Да, это так и есть, но по таймингу было, ну, это было прогнозируемо, да. То есть, у вас произошел контакт на апдауне, который вы фактически не выбили, да. То есть, вы откинули флешки, вы откинули молотов, но вы его не заняли. Не было подключения смейна. Они побоялись там остаться внутри, побоялись то, что гранаты залетят сейчас вовнутрь апдауна. А если бы там кто-то остался, дал бы один смачок на аплент, вот там не было бы 4 игрока на точке Б. Но, если знаешь... Вообще, ладно, не будем об этом говорить. Еще один выход на точку Б. О, как же хорошо! Бондик здесь словил Туауэ. Это отличная возможность для команды Гамбит взять третий раунд. Великолепный выстрел от Снакса Сауга. Он уже похоронил двух игроков с Нэйчей. Также делает минус по Моу. Бондик с Досей остались вдвоем против 4. Снакс просто невероятным образом подключился здесь на точке Б. Отличные фраги от Бьяли. Ну все, в спину идет поджим. Это одиннадцатый раунд для команды Виртуз Про. Либо Мега... Нет, Мега влача не будет от Капитана. Забирают очень быстро на размене Досиана. Снакс просто великолепный эпизод. Минус три в предыдущем раунде. Всего девять фрагов. Но как он отыграл? Это ресет для Гамбит. Это ресет для Гамбит. А денег нет. То есть они не успели набрать эту сумму, необходимую на несколько раундов. Даже в случае поражения. И, соответственно, сейчас будет Диотека. Вроде бы что-то попытались. Но что-то похоже на предыдущий матч, когда страдала команда Кингвин и получал от команды просто... Сейчас польская команда побеждает в Гамбит. На своем трене, можно так сказать, пока показывают не самую лучшую атаку. Да, в теории они всегда могут сыграть 15-0 парни в защите. Но, по-моему, сегодня очень неплохо работает ВПФ. Да, как раз тут рассматривается синергия. Все очень и очень хорошо. Виртуз Про действительно летает буквально на крыльях. И разваливает своих оппонентов. И очень легко читают. Да, и очень легко читают. Вот тут ты видишь, что еще Гамбит играет в таком темпе и в такой Counter-Strike, который, в общем-то, не составляет проблем с точки зрения чтения, передвижения для команды из Польши. Мы видим, как они двигаются по карте. Они постоянно варьируют, меняют сетапы. Там поджали зелень, перегруппировались, пошли туда. Тут перестроились. Опа, уже два на Б. И мало рискуют. Да. И нет, согласись, действительно, нету вот этих... Вот мы не видели поджимы перемычки под Б, да? Мы видели один раз, по-моему, буквально поджим зелени. Парочку они как раз... То есть мейн они тоже не жмут. Апдаун, но апдаун занимает периодически там либо Бьяли, либо... Знаешь, я бы сказал, в стиле Инферно тащат рейн сейчас ВП. Вот просто очень четкими качественными перетяжками выигрывают эту карту. Ну и Бьяли отмечу на своей позиции апдаун. Вот он очень важную точку отжал у команды Гамбит. И оказалось, если у апдауна нету Гамбит, то вообще атака и не работает. Ну что ж, друзья, последний раунд в первой половине. Это 15-й на ваших экранах. Активность на зелени. Мику слепой. И доси его довольно легко забирают под флешечку. Есть энтрифраг для Гамбит. И заметьте, это не первый энтрифраг. Все равно в меньшинстве просто великолепным образом ВП каждый раз умудряются выйти победителями. Но, надеюсь, конечно, не этот случай все-таки будет какая-то борьба. Хотя бы третий раунд возьмут Гамбит. Для меня будет обидно два матча таких в одни ворота посмотреть. Хотелось бы сочного КСа, но Бьяли снахс отвечает моментально. Аксель на размене и уже 3 в 3. 36 хп у снэтча. Но, опять же, позиции неплохие у Гамбит. Ну а плент занялся, ребят, давайте двигаться. Пожалуйста, Аксель уже играет в сэндвиче. Один на зелени, бомба. Сейчас выходит через мейн, будет устанавливаться внутри плента. Ну и теперь ретейк от поляков. Очень важный раунд для Гамбит. Вот если бы взять 3, можно попробовать закомбетчить. Там Туао не рискует по ходу на апдауне. Он ждет действия инфы от своих тиммейтов. А только, нет, пошел все-таки, видимо, по лесенке. Да, сейчас он понимает, что его не держит. А вот это вот очень важный минус для Гамбит. Хороший Досио. Я ли через коннектор Аксель играет. Туао, Аксель! Как же хорош! Ты знаешь, вот, наверное, это единственный игрок, которого... Да, по фрагам мы смотрим, что ровно идут Гамбит. Да, 4, 5, 6, 7, 8. Но вот Аксель, по-моему, вот все его фраги были очень важными. То есть в тех раундах, когда он делал минуса, Гамбит брали. Но, опять же, очень тяжело выделять кого-то особняком. Друзья, промокоды на ваших экранах, пожалуйста, быстренько. Заходим на сайт vplay.tv, там вводим и принимаем участие в розыгрыше скинов. 5, АК-47, неоновая революция. Вообще, стоит вернуться к разговору о команде Гамбит. Минор отыгрывали, когда 10 дней всего лишь потренировались или меньше с Бондиком. Потом, наверное, все-таки был то ли отдых, то ли какая-то пауза. Минус моралька, может быть, пару дней после не самой удачной квалификации. Ну и потом, наверное, команда дальше работала. Но, опять же, это не так много времени для сильной команды, я считаю. Но, с другой стороны, вот как-то, знаешь, личный скилл. Мы даже не видим той стрельбы у некоторых ребят. Досяна, там, Икс Год, который разрывает все, что можно. Ну, про мову, конечно, вот нечего говорить. Игрок делает свою работу, но вот Досян, опять же, мир играет не так, как в предыдущей команде. Да, не хватает, не хватает. Бондик, который, опять же, последний пришел в команду, вот пока еще не показывает, как там говорили, роль суперзвезды. То есть, большого количества фрагов. То есть, это Аим Стар. Ну, да, он говорил о том, что в интервью, да, что, мол, я хочу, чтобы команда на меня играла. Ну, посмотрим, посмотрим, нужно время. Все равно нужно время, как бы там ни было, знаешь, как постройка дома. Потихоньку сначала фундамент, потом кирпичик за кирпичиком, и выстраивается игра. Так, вот поляки не будут поляками, если они купят декой в пистолетке. У Снекс он есть. Будет максимально файковать. Один набор отуаут, следим, конечно же, за номером пять, как применяется декой. Ну, и следим за номером первым. У него смоук и флешка, игрок возле апдауна, либо это выход. Тут вообще все, что угодно может быть. Аксид со щипчиками, есть также у него дым, и у Доси набор. Это также смоук, флешка и хаешка. Все чаще у нас ребята в обороне используют сейчас наборы. Ну, и смотрим. Virtus.pro готовит выход через зелень, судя по всему. Один играет в апдауне, один на мейне, и это вот такой вот зажим плента, судя по всему, у нас просматривается. Это, ну, раунд на B не похоже, да? Это всего лишь один смоук, который сейчас на плент пойдет. А зелень могут принять сейчас. Очень классный смоук, который просто вынужден здесь, поляки, идти в этот смоук. Бонтик делает фраг. Моу еще и оформляет, уже трипл килл от Рустема. Снэкс делает фраг по Акселе, но опять же, в ситуации 4 в 1 Гамбит должны забирать пистолетный раунд. Тут слишком мало хп остается у поляка. Хорошо. Какой бы он суперскилованный игрок не был, здесь он не разберется. И действительно, Гамбий тащит пистолетку. Ну и вот не было бомбы. Давайте посмотрим, какое решение будет. А тут все понятно. В принципе, может быть, решение. Ну, тут зачем, вот смотри, сейчас, зачем разгонять экономику, да? Спокойно делаешь шаг с глаками, потом закупаешься в следующем. Тем более, ты в атаке, тебе всегда хватит на сетап АК плюс смоук, и этого может быть достаточно. Тут будет попытка поставить бомбу. Так, на всякий случай, чтобы было очень много денег. И, по-моему, это просто аркада беплента, вот была не была. Вот попроще играет сегодня ВП, и, в принципе, пока это работает. Посмотрим, чем закончится, конечно, половина и весь матч. Дося здесь чувствует себя, как рыба в воде. Уже пошел первый фраг, также откинулся Молик. И все нормально для Гамбит, остановили они этот выход. Хорошо, раздамажили, возврат идет на апдаун. Но, посмотрите, вот бомба никак на АБ оставляет бомбу, чтобы там как-то вот... Сейчас команда развела выходом на точку, но там так мало ХП осталось. Там просто за считанные секунды все погибнут, а бомбу проверяет Досянчик. Миша решил поджать перемычку. Это, кстати, хороший мув для того, чтобы собрать информацию. Опять же, я понимаю, видимо, Гамбит как раз-таки понимает то, что там Эко с Глаками, без арморов, и Моу пошел собирать. Вместе с Акселем пошел выход на базу А. Дося не прочекал! Вот это да, миссия выполнена! Как же они здесь размансовали красиво! Вообще, с Накс так по красоте он слышал Досю и так от него ушел. Ну, просто невероятно. Прямо как ниндзя! Вообще красавчик, а вот чуть-чуть проспали Гамбит. Не доиграл, да. Ну, бывает, ничего страшного, не критично. Но, с другой стороны, действительно, сейчас вот это немножко будет... Это скажется на экономике лучше для Virtus.pro. Конечно, это уже не просто один смок, это две флешки плюс Молик. Да, Кэп бы просто, я про Досяна, на пленте бы оставался. Главная задача это плент удерживать. Но, ну да ладно. Про динамил. Чуть-чуть про динамил, да. Все-таки он там следит за всей командой. Чуть, не знаю, чуть-чуть забыл про такой возможный вариант. И немного дал экономике дополнительно 4 тысячи своим соперникам. Ну, давайте посмотрим. Очень важный момент. Первый оружейный раунд, друзья, и это... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что со мной? Пошла откидочка мейна. Два юбика. Снимает весь апдаун. Бондик выходит вверх-вниз. 4 плюс 1 пока играет Гамбит. Так, ну и отметим, кстати, в Яле у него 22 фрага. Почти в два раза больше, чем у предыдущего... Ну, у тиммейта, который стоит на втором месте. Ну и 12-5. Гамбит. В общем-то, если возьмут этот раунд, могут пойти в такую затяжную борьбу и потихонечку набирать свои раунды уже в обороне. Ну, у нас, судя по всему, первый оружейный раунд готовится на точку B. Обратите внимание, в Яле уже стягивается зелень. Он уже поближе к сотке. А вот вся остальная команда уже практически на B. Апдаун смотрит у Ау. Остальная тройка с бомбой потихонечку продвигается вперед. Становится уже на расстановку парни. Не знаю, будет ли бацатка, будут ли чекать вагоны. Но, скорее всего, молик на пупдок. Ну, давайте смотреть. С какой раскидкой выходит сейчас Полякин на точку B. Ну, позиции вы только что видели у обороны. Доси, его не видели? Доси, кстати, наверх поднялся. В упоре. Это очень интересно. Это очень опасно. Доси, а как же хорош, забирает снэч. И Бьяли тут же на размене. Бонтик делает фраг по Бьяли. Миху отвечают по Доси. Три в три ситуация. Поляки заходят на базу B. Очень важно, чтобы Мир хорошо сыграл. Видит голову. Но нужно собирать. Такой агрессивно шел Миху. Наверное, уже не успевали по таймингу парни продавить. Но все равно пошли. Надеялись на свои смоки, но не сработало. Бонтик делает фраг по снэксу. Остается тоао один. Однако пакет поставили. Ну и нужно просто вместе сыграть. Тут на размен задавить своего оппонента и взять этот раунд. Ну, неплохо. Очень уверенно. И ты знаешь, меня удивил Доси. Вот эта вот позиция. Это была заготовка. Знаешь почему? Потому что на верхней волне дальше стоял тиммейт. То есть Доси был здесь в упоре, а тиммейт стоял сзади. То есть у них была такая взаимозаменяемая хелпа. Мне казалось, там 33 игроки немного чекали. Я думал, что не заметили Досю. Но мы видели, что и не заметили, и не услышали. И Дося, опять же, очень неплохо сыграл. Вот эти секунды были очень нужны, чтобы хелпа стянулась. Ну и дальше увидели. Последним игроком в планете не было шансов. Он поставил бомбу. И как раз на него сразу перевелись три прицела. И была 100% информация, где находится игрок. 12-6. Попытка вернуться от Гамбит. Ну и по-прежнему ребятам нужна хорошая серия. Уверенная экономика. Экономика, чтобы выровнять здесь игру и, возможно, выиграть карту Детрейн. Хорошее начало. Моу делает фраг по Миху, который решил в соло вот так вот выползти из мейна. И его тут же наказали. Virtus.pro поставили пакет в прошлом раунде. Это позволило им здесь сделать полноценный бай. Но, опять же, что с идеями? Идея, в общем-то, заключается в том, чтобы выйти опять на базу B. Там, конечно, с Миху на сотке не получилось. Но давайте посмотрим, что с выходом на B тоже все довольно сложно. Красные. Там два игрока. Даже не красные, чуть меньше, чем 50 хп. Это... Они прочекали до сяда. Как же ты хорош! Истина, Counter-Strike работает сейчас на 33. Моу забирает с Nexon. Седьмой раунд для Gambit. Пока ни одного раунда в атаке от Virtus.pro. В последнее время вообще все чаще и чаще видишь Досю в 33. Вот его хорошие моменты. Вот эти матчи с Минора посмотреть. Там тоже такого много было. Ну и Моу, о чем я тоже говорил. Видимо, и план такой был у Virtus.pro не ходить на точку А. Потому что там Моу лютый с этим УВП. И он очень хорошо попадает. А на трени попадает в два раза сильнее. Ну, не знаю, лучше. Ну, не знаю. Даст, спуск, аплэнта. Ну, одна из лучших позиций, я считаю, для Моу. Два раунда подряд поляки пробовали базу B. Она им не поддается никак. Потому что, опять же, там что? Там истина. Истина Counter-Strike. Это Михаил Столяров. Ну, пока все для Gambit смотрится очень даже неплохо. Довольно оптимистично, скажем так. Да, болельщики могут сейчас немножко выдохнуть. И потопить за своих любимчиков. Ну, все равно, знаешь, обидно за эту первую половину. То, что вообще вариантов у команды в атаке не было. Мы-то понимаем, что они защищаются хорошо. Но сейчас какой-нибудь сумасшедший дикий там раунд с пистолетами. Вот сейчас там возьмут, там с СЗшками пробрутся и выиграют раунд. Пошла раскидочка у нас. Нельзя ошибаться. Это какой-то полуфейк. И, по-моему, сейчас Gambit это понимают. Под Смоками проходит Плэнт. Знают, знают, раунд сушьет. Кто-то с Плэнта. Досян дает минус. По идее. В коннектор влили. Сплит В. Да ладно? И убили в коннектор. В перемычке убили Досю. Это очень важно. Это то, о чем ты говорил. Нельзя отдавать такие раунды. Бьяли уже. Перемычки готов встречать своих оппонентов. Бондик. 12 кп. Ой-ой-ой. Как повезло Бондику. Сейчас бы здесь минусы. Еще бы это было бы жестко. Три в три остаться. Ну, давайте смотреть. Там еще номер два на поджиме. Снэча может зарешать. Но его вроде сплитом зажимают. Да. И если миг у него... Все. Все хорошо для ВК. Снакс последний. Ситуация три в один. Снакс нашел фраг по Бондику. Сейчас нужно просто задавить своего оппонента. И Аксель это делает абсолютно спокойно. 12-8. Но были определенные проблемы. У болельщиков наверняка екнуло сердечко. Нормально. Нормально. Тащит потихонечку. Гамбьют. Наконец-то у нас есть борьба. Правда, конечно, односторонняя игра за половиной. То есть, где, видимо, будет рулить защита. Но, конечно, на сто процентов говорить пока рано. 12-8 счет на табло. Вольт за ВП. Там пара удачных раундов. Выбитая экономика. Это ГГшка. Это там 13-14. На 15-й может не хватить денег. Но вы понимаете, что до первой ошибки играет команда Гамбиты Спортс. 19 тысяч зрителей у нас на трансляции. Друзья, здравствуйте еще раз. Для вас комментирует Уха и Тафа. И у нас интереснейший... Интереснейший же. И последний на сегодня. И последний на сегодня. И что самое интересное, у нас есть интрига. Потому что после первой стороны казалось, что ее нет. 12-3. И, казалось бы, уже все. Можно сворачиваться, можно идти домой. Но Гамбит тащат. Делают это в обороне. И пока безошибочно. Виртуз Про не взяли ни одного раунда в атаке. Завтра, друзья, напоминаем, у нас 2БО3 будет в эфире. Турнир будет идти целых 5 дней. В воскресенье два полуфинальных матча и финальный. Это, наверное, единственное сложное для игроков в первую очередь. Потому что придется кому-то отыграть второй полуфинал и сразу сесть и отыграть финальный матч. Я думаю, Ламыч еще про это нам расскажет. Ну, а так, абсолютно такое удобное, хорошее расписание. Ну, правда, у Виртуз Про есть матч. Совсем скоро, ближайшие минуты по расписанию. Им придется после этой игры уже на другом чемпионате выступать. Да, довольно плотненько у нас по играм. Начинается, скажем так, сезон вступает в активную фазу. Сейчас уже совсем скоро будет у нас мейджор. Ну и Lock and Load это очень хорошая разминка. И очень достаточно сильный турнир по составу участников для того, чтобы выиграть его. Так, ну и неплохо у нас тут действует Аксель. Он делает фраг по Миху. Тут же отвечает Снаксель, который вышел через отдаун. То, ау, душит мейн. Почему нет хелпы? Где хелпа? Вот он Моу. 3 в 2 ситуация. Доси прожимает трансформатор. Выход на зелень. И также у команды Виртуз Про. Ну, очень важный фраг от Доси. Есть большинство. Сотка пошла. Бомба. А, времени нет. Я думаю, куда он летит? Просто времени нет. И вариантов других тоже нет. 9 секунд до конца. У самого не было КП. Была хорошая позиция от Доси. Вроде бы и знали, что, возможно, Доси там. Но даже не посмотрел. Итак. Все ближе и ближе. Гамбит к позиции камбэка. 3 раунда между командами. Аксель отлично, опять же, ты играл в этом эпизоде. Поджим сотки был шикарен. Ты знаешь, вот у меня такое легкое дежавю. Я смотрел за игрой Гамбит. Мне хотелось... Ну, не то чтобы плакать, но я был расстроен. А вот теперь я смотрю на игру Виртуз Про, и я испытываю те же чувства. Я тебе говорил, что важно, кто здесь играет в защите. Это да. Если бы начинали Гамбит в защите, они... Вот Гамбит была как раз такая команда, которая бы разыгралась в первой половине, классно сыграла, там выиграла пистолетку и закончила здесь бы в начале еще эту встречу, и был бы какой-то разгром. Но, увы, вы начинаете в атаке показывать... Ну, не пошла, грубо говоря, атака. Опять же, классно защищались ВП, где-то прочитали, где-то повезло, и в итоге теперь вот нужно точно так же жестко, невероятно тащить. Но я не поверю, что у ВП не будет вариантов, хоть каких-то. Вот сейчас четкий раунд, где нет Н3 килла, начинается раскидка, 2 апдаун, 3 сотка. Ну, а здесь уже работает Аксель, как в предыдущем раунде, пытается все это дело рубить на корню. Главное не переагрить. Пошла раскидочка. Тут Виртуз Про, по-моему, собирается вообще четвером двигаться через мейн. Бондика, отличная позиция, сейчас он будет работать. Поляки, где же вы, поляки? Где же ты, Бондика, он был забирать? И как так? В итоге Сначи и Тау делают по фрагу в меньшинстве Гамбит, однако Моу откидывает отличную картошку. Работает на пленте Миху! Как же хорош! Ну, 3 плента. Делает фраг. Дося приходит на хилл Бодинг 2. Вот чего мы долго ждали от команды Гамбит. Вот просто раунд, раскидка, вышли синхронно. Не убили эти, убьют эти на размене. Все четко получилось, хотя бы, если, конечно, Авик только что с плента попал. Возможно, мы Гамбиты затащили, но банальная игра на разменах работает. Что-то похожее делали Гамбит, но я тогда говорил, что у них не просматривалась вот этой вот синхронности. Там глянь в обдауне стоял и постоянно кого-то выбивал в первой половине, а потом уже отходил назад и поменялся стиль обороны. Вот просто такой неудачный матч пошел в первой половине, что случился у Гамбит. У ВП было 4 игрока в мейне, то есть, в общем-то, что-то похожее даже делали у нас Гамбит в атаке, но там действительно не хватило немножечко именно игры на размен. Да и Бондик, да, убойная позиция, он обязан был делать минус. Хотя бы первый минус. Он оставил красным, к слову, своего оппонента. Ну, я не знаю, так дернуло прицел у него почему-то, я не знаю. Прилетела опять картошка на апдаун, Бондик отыгрывает пока достаточно сейфово, прилетает флешечка, чекает, увидел ноги, проверил, отойдет. Скорее всего, будет играть на безопасной позиции. Такой смог интересный прилетел от Virtus.pro, который изолировал Бондика, то есть он обязан либо оставаться внутри комнаты, либо отойти на трансформатор. Бондик решил отыграть чуть пассивней. Опять же, против Биали мы не видели ни моликов особо, ни гранат там. Вот они знали, что он там, и просто прыгали к нему по одному. Иногда там выходил из сотки, потом чуть-чуть позже игрок там на размер. Там были попытки выбить этот апдаун, но, опять же, очень робкие. Когда это твоя карта, у тебя там должно вообще все быть, там прострел, флешка, там вообще разобрано тысячу раз. Ну, конечно, дадим время ребятам из Gambit. Здесь все опытные. Есть и, не забывайте, чемпионы мейджора. 2 в 3 в обороне сейчас от Gambit. Они принимают вдвоем базу B. Дося с Аугом стоит на черном вагоне. Начинается заход. Тут же его отменяет Дося. Бондик подключается. Аксель делает также фраг. Вот, вау, уже 5 в 2 ситуация. Пахнет ресетом. Однако Биали и Стакс делают по фрагу. 3 в 2. Можно такое взять. Биали ставит пакет на линию. Очень рискованно, но при этом это сработало. Отлично. А кто со спины идет? Седьмой. Это Бондик. Это очень важная дуэль. Вот сейчас этот дуэль может решить раунд. Это не дуэль была. Это было просто в ухо. 2 хп было у Снэкса. Очередной размен. И, в принципе, должны тащить. Да, Снэкс красный погибает. Аксель делает минус. Но Бондик сыграл неоптимально. Он обязан был чекать перемычку. Господин Бижанов, мы делаем ретейк 3 в 2. Человек идет в соло сапдауна. В диффенсе, да, B выбиваем. И человек в соло сапдауна не чекает перемычку за ящиком. Это ошибка? А? Это ужас. Я на нее больше. Это кричащая. Это кричащая ошибка, сказал Инканис. Да, спасибо, друзья. У нас аналитика и комментарии аналитиков в прямом эфире. В лайве, так сказать. Ну, согласись, Тафан, но это ошибка. То есть он обязан был его проверять. Ну... Смотри, ставится пакет, да? Находиться в перемычке под B это дефолт. Ухо, раунд выиграли. Гамбит, все нормально, успокойся. Раунд выиграли Гамбит. Хорошо. Да, потеряли лишний девайс на мармор. Да, Бондик не прочекал, но... Но мы же, мы же, мы же не должны ориентироваться на результат. Мы должны ориентироваться непосредственно на само действие. На само решение. Да, но, опять же, результат самый главный обычный. Ладно. Эко, эко. Уже потеряли снэч. Попытка выскочить из сотки ничем хорошим не заканчивается. Уже выходит апдаун потихонечку. СНАКС. В принципе, сейчас выйдет на трансформатор, но никаких фрагов здесь не нарисовали для себя. ВП. Один с раунд для Гамбита. Я смотрю на их деньги, но по-прежнему все очень сложно. Там ДОСИ 300, 450 Бондик. 200 Аксель. Ну, вот умом есть запас 4800, 2200 МИР. Ну, никого не теряют. Да, получают плюс деньги, но, опять же, это не самая еще лучшая экономика. Ну, смотри, у них сейчас... Ну, да, закуп... Ну, я про Гамбит говорил, что там сейчас потратятся вот, ребята, и, в принципе... Нормально. Еще на один закуп будет, а вот у Virtus.pro тут, видишь... Да, бай есть, но что с решениями? Потому что пока это только один раунд в атаке, и Гамбит смотрится довольно симпатично и уверенно. Так, СГМ от Туао. Сик. Ну, давайте посмотрим, что он придумал, для чего ему зум, где он будет выцеливать. Номер один на мини-карте. Пока что на раскидку выходит и выходит в сотки. Ну, окей. Это быстрый раунд, неужели? Это фаст? Мне так показалось, я аж перепугался по мини-карте, что вот-вот и полетят поляки. Кстати, у нас вообще игра не пестрит быстрыми раундами, заметь. Абсолютно все спокойно. Размеренно, уверенно. 4 плюс 1 сейчас Гамбит играет в обороне. Готовится Virtus.pro, судя по всему, к выходу на базу А. Сейчас два игрока на зелени, два в мейне, один возле апдауна. Видимо, смок на зелени пока что останавливался эти секунды. Пока что польскую команду от атаки. Но апдаун готов. Действительно. А, нет, номер 5 под Б пошел фейковать. Снакс. Увидел! Бондик перестреливает. Очень важный минус. Миху тут же разменивает, по-моему. Бондик понимает, где его оппонент. Начинает нашивать. Оставляет красным. Дося. Выход в перемычку. Снакс должен погибать. Дося делает фраг. 4 в 3 Гамбит очень важно и нужно реализовать это преимущество. Ну, уже как минимум третий хороший позитивный эпизод для Доси в 33. То есть он там три раза выиграл перестрелки и раунды. И, в общем-то, очередной раунд может случиться прямо сейчас. 4 в 3 уже большинство подарил Дося. Ну, тут либо Туау убирайте сами. Вот, кстати, мы и поняли, куда выходил этот... А, это Снакс точнее пошел. Бондик от него очень много зависит. Он играет в углу на зелени. И, по-моему, Virtus.pro понимают. Да. А Бондик даже не смотрит в эту сторону. Virtus.pol. Слишком легко для Бьяли. Заход на базу Аксель на девятке. Это может быть неожиданно. Может быть, но давайте посмотрим. Да, все-таки есть минус. Тут крафт не попадает. Бомба падает. Да ладно, парни, вы неужели... Аксель, как же хорош! Просто в соло закрыл базу А. Да, отдыхают немного ребята из Virtus.pro в этом раунде. 13-12. Ну, и битва продолжается. Экономика ВПМ говорит о том, что нужно сыграть 2К раунд. И это 13-13 для Гамбит. Но тащат же. Защита работает. Работает. Жесткие парни. Разыгрались. Аксель красавчик. Как он... Жарит, жарит, жарит. Да, Аксель хорош. Действительно очень качественное приобретение команды Гамбит. Отметим этого молодого бомбардира. Ну, и 13-12. Ясно то, что совершенно ничего не ясно в этой игре. Гамбит, по-моему, настроены на победу. Есть закуп сейчас у Virtus.pro, но такой лайтовенький. Это P250 и набор гранат. Не, ну, ясно то, что защита решает и там, и там. И у Virtus.pro и у Гамбит. А вот насколько плоха атака Virtus.pro, то знаем после основного времени, как говорится. Может быть, они чуть-чуть получше будут, и им этого будет достаточно. Но пока что Гамбит так защищается, что кажется, что тут дело техники уже забить Virtus.pro, да, здесь в защите. Да, но опять же игра близится к концу, и Virtus.pro понимает цену каждого раунда. Прекрасно. Мы смотрим за выходом на B-Plant. Мир вместе с DOS отвечает за эту позицию. Полетели смоки-флешки. Там решили продавить Virtus.pro ближе к линиям своих оппонентов. Но здесь пассивная игра. Вот, Гамбит, полностью они отдали B-Plant. Теперь смотрим на ретейк. Хорошо зашли на точку. Вообще 5-5 ситуация, чтобы вы понимали. С поставленной бомбой для Virtus.pro. Ну что же, Моум начинает работу. Первый минус это ВП. Ну и аккуратно, проверяя все, сейчас будет ретейк. Да, в спину заходит СНАКС. Но, опять же, такое тоже можно ожидать. Вот видите, Бондик чекает и проверяет эти моменты. Вот, возможно, стоит вернуться сейчас к Бандиславу. Ну вот теперь уже развернется. Ну есть же информация, ребята, с разверта как-то разберитесь. Там, Малат, значит, что делает один в один? Дося! Ну как это вообще возможно? Да что? Как такое-то отдали вообще? Боже, какой бред. Какой ужас. Ну что за... Какой кошмар. Все было, ты понимаешь, что самое интересное, они делали все правильно. Они отдали B-Plant, начали выбивать его. То есть все было хорошо. Но пошел чел с коннектор, а есть же инфа. Развернитесь, как-то среагируйте. И почему до последнего не смотрят? Тоже этот Бондик, на самом деле, он должен был стоять там до последнего. У него даже по ретейку, по его позиции, было видно, что у него позиция соло игрока в коннекторе. То есть он как замыкающий при этом ретейке. Друзья, промокоды обязательно не пропускайте. Заходите на сайт vplay.tv, там вводите промокоды. И 5 АК 47 неоновая революция! Да, они, по-моему, просто друг с другом не говорили в этом эпизоде. Потому что там много вопросов было. Это просто докек. Просто снайпер получил в ухо от игрока, который шел с коннектора. Казалось, да, снайпер не должен на две стороны, налево и направо. Лучше делать игроку там с пистолетом. Но об этом нужно там быстренько как-то говорить. Это нарабатывается с энным количеством отыгранных карт. И это уже делаешь молча. Просто точно знаешь, что сделает твой тиммейт. Ну а здесь это просто какой-то кошмар случился. Очень обидный раунд, а ты проигрываешь сейчас Гамбит. Это, знаешь, тот момент, когда ты тащишь, у тебя идет игра, ты нормально все делаешь, все хорошо. А потом вот просто какую-то глупость отдаешь, которая совершенно не поддается логике раунд. Ну, понятно, это Counter-Strike. Здесь бывает все, отдают раунды пистолетом. И Гамбит не первый, Гамбит не последний. Но это было обидно. Какой раунд, опять же, разыграли ребята из команды Virtus.pro. Идеальная раскидка. Закупились там. Ну, у них там оставалась неплохая экономика на то, чтобы в этом раунде чуть больше потратиться. Но парни это сделали просто шикарно. Опять же, раскидочка, смоки, флешки, заход на точку. Ситуация 5 в 5 с поставленной бомбой. Это, опять же, все действия команды Virtus.pro. А вот уже Retake, которые начинали с своего минуса ребята из Гамбит и вообще играли против пистолетов. Это был кошмар. Сразу пауза залетела. Я бы на месте Андрея сейчас просто тоже сгорел бы, честно говоря. Я не удивлюсь, если действительно он взял паузу и сейчас четко взял и каждому объяснил, в чем он неправ. Снэч был близок к тому, чтобы сделать entry-frag, однако пока ситуация 5 в 5. Ну, по крайней мере, да, обсудить, чтобы это еще раз не произошло, нужно. Да, там, я думаю, объяснять, что он неправ сейчас не надо. Это после игры успеет это все сделать Андрей. Нужно думать о том, как победить сейчас. Зелень Туао. Очень важное открытие по Моу. Как-то здесь Рустем пропустил этот выход. И могут быть проблемы у Гамбит. Там уже буквально Туаоса ВП сейчас будет разрывать базу А. Бонтик пока действует довольно закрыто на перемычке. Дося в соло. Ошибка от Моу. Тут Б прошло. Ой-ой-ой, тут Бомба уже может спокойно заходить. Это беда, друзья. Посмотрите. Но Бомба, наверное, не пойдет на Б. Там слишком далеко. Команда Снак говорит, так, давайте, ребят, куча времени, целая минута. Ну, действительно, есть смысл сыграть паузу. Они сами полезут. Да, разыграть. И Гамбит попытается явно собрать информацию. В итоге мы имеем ситуацию 2 в 5. Мир с Акселем против уже четверых. Аксель. Есть инфарк на зелени. Разменяли. Могут не читать второго. Ой-ой. Нормально, Туао, нормально. 15-12. Вот, возможно, тот раунд морально подкосил команду Гамбит. Вот следующий, тут же оружейный. Мы только что видели, как отыгрывали ребята из Гамбит. Индивидуально. Ну, как-то, знаешь, тот не перестрелял. Первый раз проспал зелень Моу. Как такое вообще могло быть? Он стал СВП. А Дося проспал Б. Ну, вот этот вот выход на нижний. Как его просто Пиксель поймал хорошо игрок команды Virtus.pro. 15-12. И, судя по всему, судя по тому закупу, который сейчас у команды Гамбит, поляки должны выигрывать эту карту. Должны заканчивать. Выбирать вариант простой. Просто задавить точку А. Ну, почему бы и нет. Хотя не забывают про Б-Плэнс. Накс контролирует поджимы. Аккуратно работает против нижнего спуска 33. Тут, кстати, апдаун может пойти. Бондик в связке работает с Акселем. Попытаются парнем как-то остановить соточку. Но это получается у Акселя. Неплохо. Минус Миху. Есть большинство у Гамбит. Но если потащат вот такой раунд, то уже нужно тащить все до конца. Да, может появиться мораль. И тогда за счет морали можно вывести. Три раунда до ничьи. Гамбит сейчас имеет довольно неплохие шансы. Бондик делает фраг по Снаксу. Здесь, как это уже Virtus.pro, не доигрывают. И по одному погибает. Однако сначи разменивает по Акселю. И вот, наверное, сейчас может быть ключевой минус в этом раунде. Да, сейчас забайтят, чтобы вышел игрок с апдауна. А, нет, через молик будут работать. А он забирает Моу. Как же так? Очередной проход по зелени. Проходной двор. Ну, пять в три была ситуация, ребят. И все, и сжимается апдаун. Понимает, что там Дося поджимает с бэ, как всегда. Ну и по коннектору, судя по всему, мог слышать его, кстати, Туау, игрока в коннекторе, когда тут перебегал. Скорее всего, есть инфа по коннектору также. Очень хорошо здесь все для поляков. Просто буквально ставь торт на стол и жди гостей. Да, так и есть. Но спина к снэчи. Но он все-таки заходит и контролит, и ждет, конечно, Досю. Это очень важно. Да, Дося сейчас придет буквально в руки к снэчи. Тот, в свою очередь, чекает апдаун. Бондик. Себе спину смотреть, там самая главная задача. Да, друзья, это ГГ 3 в 1. Я не думаю, что Дося, насколько бы он, как бы он ни был хорош. Но, к сожалению, этот раунд он уже не вывезет. Вывезет. Дося делает фраг по снэчи. Время здесь играет явно на Virtus.pro. Щипчиков нет. Есть только флешка у Досяна. Есть тяжелый армор. Ну и добирает уже Бьяли своего оппонента. Команда Virtus.pro со счетом 16-12 берет эту победу.